Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я начинаю серию выпусков о скрипаче Давиде Ойстрахе. Это был выдающийся скрипач своего времени, и мне хочется поближе познакомить вас с его личностью, талантом и творчеством. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить следующие выпуски. А также это здорово помогает в продвижении моего канала. А я начинаю рассказ. Сколько бы я не перебирал в своей памяти, я не могу вспомнить себя в детстве без скрипки, рассказывает Ойстрах. Когда мне исполнилось три с половиной года, отец принес в дом игрушечную скрипку, и я охотно играл на ней, изображая из себя уличного музыканта. Никто не знал, как я завидовал им. Скрипачам, трубачам, гармонистам и даже шарманщикам. Часто навещавшим одесские дворы. Я был постоянным, наверное, самым внимательным слушателем их выступлений. Иногда я становился со своей скрипкой посреди двора, клал перед собой какие-нибудь ноты. В нотах я тогда ничего не понимал, но для виду смотрел в них. Окруженный малышами, я старательно пеликал. Звуки, извлекаемые из канареечно-желтого инструмента, казались мне божественными. Это было так увлекательно, что когда в пятилетнем возрасте я получил, наконец, уже свою настоящую скрипку-восьмушку и начал заниматься музыкой, занятия целиком поглотили меня. Хотя музыкальное дарование Ойстраха и проявилось в раннем детстве, его артистическая карьера ни в чем не походила на карьеру вундеркинда. И мастерство, и слава пришли не сразу и совсем необычным путем. Долгие годы педагог видел в нем лишь скромного участника ансамбля и только к концу пребывания в классе признал его как солиста. Он рос не как чудо-ребенок, а как подлинный художник, из года в год упорной работой совершенствуя свое мастерство. Детские и юношеские годы Давида Ойстраха прошли в Одессе. Здесь 30 сентября 1908 года в семье скромного служащего родился будущий виртуоз. Отец Ойстраха большой любитель музыки, недурно владел мандолиной, немного скрипкой, а мать была профессиональной певицей. Хотя маленький мальчик и любил играть в уличного скрипача, его первые сильные музыкальные впечатления были связаны с оперой. С 4-х летнего возраста он постоянный посетитель городского театра, где его мать была артисткой хора. Мальчик всегда занимал свое место в оркестре возле дирижерского пульта. Стоя на стуле, он с напряженным вниманием следил за волшебной палочкой дирижера, которой подчинялись оркестр, хор и певцы. Особенно впечатляло его богатое красками звучание оркестра. Ощущение звучащего чуда, рассказывал впоследствии Ойстрах, никогда не изгладится из моей памяти. Уже в этом возрасте у Ойстраха появились свои музыкальные вкусы. Его любимыми операми были князь Игорь Бородина и Кармен Безе. Дома он устраивал детские спектакли, дирижировал воображаемым оркестром. На необычного театрального завсегдатае обратил внимание известный педагог-скрипач Петр Столярский, совмещавший в то время педагогическую работу с игрой в оперном оркестре. Он был дружен с родителями Ойстраха и не раз бывал у них в гостях. Исключительная гибкость пальцев мальчика, его тонкий слух, безошибочное ритмическое чутье и музыкальная память дали основание Столярскому сказать «Он прирожденный скрипач». Быть учеником Столярского об этом можно было только мечтать. И пятилетний Давид Ойстрах начал свой путь скрипача под руководством замечательного педагога. Он быстро овладел азбукой скрипичной игры и вскоре, весной 1914 года, с легкостью и ритмической точностью сыграл вариации Данкля на ученическом вечере. Программу этого вечера завершал другой выдающийся ученик Столярского, в то время выпускник школы Натан Милштейн. Годы учения Ойстраха пришлись на тяжелейшее время Первой мировой войны 1914-18 годов. Отец был мобилизован и ушел на фронт. Материальное положение семьи было очень трудным, вспоминает артист. Жили мы скудно. Занятия происходили нерегулярно, но Столярский продолжал заниматься со мной безвозмездно, как и со многими другими учениками. Народный артист УССР Петр Соломонович Столярский принадлежал плеяде талантливых музыкальных педагогов, создавших Одессе славу города скрипачей. В Одессе издавна сложилась самобытная скрипичная школа, неразрывная своеобразной художественной культурой этого города. Одесса – южный портовый город с мировыми торговыми и культурными связями, с многонациональным населением. В Одессе было много бродячих народных инструментальных ансамблей. Это и украинские троисти музыки, и молдавские цыганские капеллы, и еврейские свадебные оркестры. Они возглавлялись народными скрипачами, музыкантами большого и своеобразного исполнительского дарования. Конечно, это оказало немалое влияние на формирование характерных черт игры местных скрипачей. Первым профессиональным музыкальным учебным заведением в Одессе были скрипичные классы, открытые в 1848 году скрипачом и композитором Леопольдом Гольдом. Из этих классов вышла талантливая артистка София Явце, прозванная в Европе «Женщиной Сарасаты». У другого выдающегося скрипача и педагога Фидельмана занимался в Одессе юный Миша Эльман. В дореволюционное время Столярский возглавлял частную музыкальную школу, которую в Одессе в шутку называли «фабрика талантов». В этой школе и начал свои занятия на скрипке Давид Ойстрах. Невозможно забыть, рассказывает он, особую атмосферу, царившую здесь. Все углы большой квартиры, где помещалась школа, были заставлены пюпитрами, завалены скрипичными футлярами, нотными папками. Во всех комнатах толпились возбужденные и радостные малыши, а в коридорах сидели мамаши, ожидавшие своих вундеркиндов. Они с невероятным оживлением обсуждали чисто профессиональные скрипичные проблемы. Столярский отнесся ко мне с отеческим вниманием. Видимо, он поверил в то, что занятия на скрипке сделают из меня музыканта-профессионала. С первых же уроков он прививал мне любовь к упорному труду, в которых была и радость творчества, и благоговейное отношение к искусству. Сам Столярский работал с неимоверным заражающим энтузиазмом. Он занимался с детьми ежедневно с 7 утра и до позднего вечера, без перерыва. Высокие личные качества педагога-мастера и громадный организаторский талант в сочетании с исключительной настойчивостью в достижении поставленной художественной цели позволяли Столярскому добиваться поразительных результатов в работе с детьми. В основе метода преподавания Столярского лежало раскрытие индивидуальных черт дарования ученика. Воспитание в нем с самого начала обучения профессиональных и артистических навыков будущего исполнителя. Система занятий Столярского основывалась на глубоком понимании психологии ребенка. В его классе царила своеобразная обстановка музыкальных игр-занятий. Ребенок не учился здесь играть на скрипке, а играл в скрипку, точнее в скрипача. В классе на полу лежат игрушки, ребенок играет с ними. И в этом же классе идет урок, играют юные скрипачи. Заинтересовавшись их игрой, ребенок, будущий скрипач, отрывается от игрушек и тянется к маленькой скрипочке. И под руководством педагога играет в скрипача. Сперва в держание скрипки, а затем в введение смычка. По системе профессора Столярского первое время беззвучно, намасленным смычком. И сам того не замечая, втягивается в настоящую учебу, в сложный процесс овладения скрипичной игрой. Так забава превращается в серьезную учебу. А из пятилетнего забавляющегося малыша создается семилетний скрипач, который уже понимает, что обучение на скрипке – это не забава, а интересный творческий труд. Вспоминая годы учения у Столярского, Ойстрах рассказывает, у него была большая горячая душа художника и необыкновенная любовь к детям. Работая с малышами, он всегда умел найти путь к творческому сознанию ученика, заинтересовать его воображение каким-нибудь образным сравнением, увлечь заманчивой технической задачей. Он отлично знал педагогическую скрипичную литературу и безошибочно отбирал для каждого ученика именно то, что было необходимо для развития его в нужном направлении. Столярский, увидев зерно, заложенное в ребенке, умел развить черты, свойственные дарованию ученика. Если это было яркое, виртуозное явление, Столярский делал упор на владение соответствующей литературой. В других случаях большее внимание уделял камерной музыке. Просто и ясно на понятном для ребенка языке Столярский доводил до сознания ученика поставленную перед ним художественную задачу. Он мог сочинить сюжет, нарисовать картину природы, призвать на помощь поэтические образы с одной целью – затронуть фантазию ученика. Вот во время игры Столярский останавливает своего воспитанника. Ему не нравится, как тот исполняет бициката. Ученик пробует еще раз, но и это не нравится педагогу. Представь себе, говорит Столярский, капли воды, падающие на металл. При каждом падении капли металл звучит, вибрирует. Так должно звучать бициката. Мальчик, подумав, играет вновь. И Столярский доволен. Он разбудил фантазию ребенка и добился нужного ему результата. Воспитание в учащемся, чувство эстрады – другой основной педагогический принцип Столярского. Ученики систематически выступали на отчетных концертах школы, на публичных экзаменах, овладевали артистическими навыками, чувством внутренней свободы. Не меньшее значение придавалось игре учеников в различного рода камерных ансамблях, в оркестре. Очень часто группы скрипачей исполняли отдельные пьесы в унисон. Спустя много лет, будучи уже прославленным артистом, Оистрах во время гастролей по Японии посетил музыкальную школу в Токио, руководимую профессором Суцуки. Здесь он воочию убедился, сколь широкое распространение получили педагогические идеи его учителя. В этой стране, где народ горячо любит музыку, есть интересная скрипичная школа. В ней обучаются дети с 2,5 до 12 лет. Школа эта называется довольно поэтично и многообещающе. Воспитание талантов. Метод Суцуки – это обучение детей, особенно самых маленьких, с помощью развлечений. Музыкальные упражнения как бы сопровождают различные занимательные игры, которые происходят на уроках. Свои упражнения ребята исполняют в унисон. И много карапузиков довольно слаженно играют на своих маленьких скрипочках. Столярский также придавал большое значение игре в унисон. Столярский считал, что в своем формировании скрипач проходит через три этапа. Первый – симфонический оркестр. Второй – оркестр оперного театра. Третий – камерные ансамбли, а уже потом концертная эстрада. Этот метод был применен им в занятиях с Ойстрахом. С первых же лет обучения в школе. Наряду с освоением технического материала и работой над постановкой рук. Наряду с игрой в унисонах скрипачей Ойстрах начал принимать участие в небольших ученических ансамблях, в дуэтах, трио, квартетах. Нередко Столярский в педагогических целях поручал ему играть партию альта, хотя инструмент и был явно не по руке маленькому скрипачу. Это создавало затруднения, к тому же он не знал твердо альтового ключа. Мысль об этом не оставляла его ни на мгновение. Даже ночью во сне он учил транспортировку, а днем играл партию альта. Участие в ансамблях доставляло ему большую радость и очевидно приносило пользу. Любовь к ансамблевой игре осталась у него на всю жизнь. С 1923 года Ойстрах продолжил свое музыкальное образование у Столярского. В Одесском музыкально-драматическом институте. Он был счастлив поступить в высшее музыкальное учебное заведение. Счастлив, что стал участником студенческого симфонического оркестра. Об этом мечтал он давно. Вначале Ойстрах играл в оркестре в группе альтов. Затем он стал уже концертмейстером этой группы и вскоре уже играл на скрипке. В институте Ойстрах учился 4 года. Здесь он начал впервые выступать на открытых студенческих вечерах и на предприятиях Одессы. Уже не как ансамблист, а как скрипач-солист. В 1923 году 15-летний Ойстрах впервые выступил с оркестром на юбилейном вечере своего учителя с исполнением ля-минорного концерта Баха. А спустя год дал свой первый сольный концерт с программой, включавшей концерт Баха, трель дьявола Тортини, цыганские напевы Сарасаты и ряд других пьес. В 1925 году Ойстрах впервые выехал за пределы своего города. Как солист студенческого симфонического оркестра он посетил Тропивницкий, Николаев и Херсон. Первая поездка принесла ему много радости. В первые годы пребывания в музыкально-драматическом институте Ойстрах как солист и квартетист много выступал перед широкой аудиторией. В эти годы происходит знакомство Ойстраха с музыкой Прокофьева. Впоследствии он станет одним из замечательнейших истолкователей музыки выдающегося советского композитора. Когда Ойстрах составлял программу выпускного экзамена, он включил в нее первый скрипичный концерт Прокофьева. Столярский, который всегда следил за новинками скрипичной литературы, поддержал ученика в его стремлении исполнить концерт современного автора. Перед молодым музыкантом стояла трудная задача овладеть новым, сложным, никогда не слышанным произведением. Записей этого сочинения тогда еще не было, и причудливые образы музыки Прокофьева приходилось воплощать в реальное звучание, основываясь лишь на личных ощущениях и художественных представлениях. Весной 1926 года Ойстрах блестяще окончил музыкально-драматический институт. На выпускном экзамене он исполнил первый концерт Прокофьева Сонату трель дьявола Тортини с аккомпанементом струнного квартета Сонату для альта и фортепиана Рубинштейна Ему в то время исполнилось 17 лет Друзья, в следующем выпуске я продолжу рассказ о Давиде Ойстрахе о его годах жизни после учебы о концертной деятельности Спасибо, что досмотрели видео до конца Ставьте лайк Обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропускать мои новые видео А также напишите в комментариях какие произведения в исполнении Ойстраха вам нравятся больше всего До встречи в новых выпусках! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok